Здравствуйте! Вы смотрите программу «Наша культура». Каждую неделю мы рассказываем о самых значимых культурных событиях в жизни нашего края. Мы в Красноярском доме художника. Здесь открылась юбилейная выставка Сергея Тимохова. У вас очень много птиц. За главные птицы, там птицы, везде птицы. А кидываю взглядом экспозицию. «Черные птицы» – это была серия, которая была выполнена еще в начале 2000-х годов. Еще участвовался в аспирантуре, в Академии художеств. «Белая птица» – это когда нам хорошо. А когда нам хорошо? В детстве. Эта серия ему и посвящена. Это я с ветром на велосипеде. Это родовое гнездо, белые облака, кони. Ну и, конечно, как без первой любви. А это территориально. Где находится? Это территориально, по сути дела. Это находится на правом берегу поселка Доргашино, в котором мы и выросли, где мама Сурикова по соседству улицы Высшей жила. То есть получается, что технически вот эти громадные крылья на ваших работах, они могут быть и крылья Сурикова? Может быть и крылья Сурикова. Но я бы не стал их глубоко копать. Но на самом деле просто «Белая птица» – это воспоминание нечто светлого, нечто такого доброго. Эта отдельная серия посвящена славянской мифологии. Здесь тоже птица. Цикл называется «Песни птицы Гамаюн». Вот эта серия была как раз награвирована тоже в Академии художеств, когда я стажировался у Генса Худенща-Паштова. Она выставлялась? Да, она выставлялась. Она достаточно известная, которая посвящена тоже библейскому сюжету. Вы сначала закомпоновали, сделали эскиз, потом стали убирать лишнее? Конечно. Там убирается лишнее, потом меняется расположение фигур, чтобы это было как бы и обращение. Напряжение, количество черного или белого, тоже от этого возрастает напряжение. То есть где сделать основной контраст для того, чтобы выявить главное. И чтобы зритель сразу понимал, что сначала это первое центральное пятно, а потом уже те спящие, которые не влияют на процесс. Это такая некая режиссура самого листа для того, чтобы максимально раскрыть образ, который ты заявил. Сергей Владимирович Тимохов – художник с невероятной трудоспособностью, говорит собравшимся Герман Суфодинович Паштов. Он не только замечательно закончил творческие мастерские, но и стал одним из редких художников, который награжден медалью за заслуги перед Российской Академией Художеств. До этой выставки я думал, что цветных работ у вас нет, радуюсь я увиденному. Дело в том, что я акварелью занимался достаточно давно. И в академии, и в институте. И мне нравится эта техника, рассказывает Сергей Владимирович. А в пастели, надо сказать, что Валентин Павлович Теплов спровоцировал на подвиг. Ну, говорит, ксилографию ты умеешь, акварель – умеешь, а пастелью слабо. Я говорю, попробую. Вот, немного попробовал. Творчество – это постоянное открытие. Ты сам себя не знаешь, как будет. Вот попробовал в пастели, что-то ушло новое. Теперь, получается, и работа в пастели накладывает отпечаток на работе в гравюрике. Поэтому сказать, что будет дальше, может, маслом займутся. Кто его знает? Серьезно. Как оно будет? Так что... На самом деле, переход графиков в живопись бывает, замечаю я. А вот из живописи в графику – редкость. Это потому, что графики тем и отличаются, что у них очень большое количество техник, которые необходимо знать, объясняет художник. Это и литография, и ксилография, и эфорты, и линогравюра, и акварель, и темпера. Это все относится к графическим материалам. Поэтому графики не боятся экспериментировать и пробовать новые материалы. Мы в Москве, в Государственном музее изобразительных искусств имени Пушкина. Здесь открылась выставка китайского художника Цай Гадзяна. Она называется «Октябрь». Прямо на входе в музей художник установил 150 детских кроваток. В каждое из них посадил березку. Все это символизирует колыбель революции и ее всходы. Внутри три состояния земли. Вот это громадное 20-метровое полотно «Народ река». Вот это бесконечная инсталляция «Народ земля». И это буйство цвета «Народ сад». Сто фотографий, сделанных в течение ста лет, зафиксировавших историю человечества, художник перенес на холст с помощью трафаретов, посыпал их порохом и поджег. Так получилась эта бесконечная река времени. Главная идея как раз была, чтобы невозможно было выделить одну фотографию, потому что это должна быть такая, собственно, поэтому называется река. Это река истории, и это все как бы смешано все вместе и целиком. Возможно, самое интересное, на самом деле, ну, интересное и самое щемящее по отражению – это история знаменитой фотографии мальчика из Голодомора. Когда мы ее видели, конечно, еще присыпанной порохом до взрыва. Это, в общем, была такая очень трогающая, задушная история. Это главная выставка страны, посвященная столетию Октябрьской революции. Сделал ее китайский художник. Обсыпанные порохом фотографии, а затем подожженные, дали художнику возможность представить Октябрьскую революцию как одно мгновение, один миг, и запечатлеть ее как взрыв. Это пшеничное поле, которое отражает, собственно, главную ценность, особенно в начале 20 века, главную ценность российской земли, собственно, саму российскую землю, российское плодородие, и ту работу, на самом деле, которую народ над ней проводил, потому что до индустриализации, естественно, все это делалось, в общем, по большей части срочным трудом. Это бесконечная русская нива, клейменная серпом и молотом. В экспозиции 2,5 миллиона колосков. Каждый из них вручную проколот специальной проволокой и вручную закреплен на этом пространстве. Специальная бригада в течение месяца помогала художнику делать эту экспозицию. И это такая история, с одной стороны, памяти людям и труду людскому, с другой стороны, памяти в принципе России начала века. А с третьей стороны, кстати, специально для этого как раз сделано зеркало, чтобы была возможность как бы рефлексии издалека. Антитеза, черно-белая река, этот райский сад, миллионы цветов, среди которых, конечно же, октябрьская революционная гвоздика. Все это символизирует надежды, надежды на прекрасное будущее, на жизнь в райском саду. Вся выставка – это такая аллюзия утопии, которая, к сожалению, не получилась. Но такое вот максимальное выражение человеческих мечтаний, человеческих надежд, человеческих стремлений к чему-то лучшему и лучшему для всего общества, а не только для них самих. Собственно, поэтому мы ставим везде фотографии или постеры, или изображения со многим количеством людей. Таким образом показывают, что это, в общем, коллективная история. Здесь написаны знаменитые цитаты из Интернационала «Никто не даст нам избавление, ни царь, бог и ни герой». Это строка из Интернационала, как бы встречающая нас на входе на выставку. И это очень важная работа для художника, потому что, на самом деле, это первый раз, когда он делает пороховую работу на шелке. Те маленькие отверстия, которые здесь видны, свет, особенно когда вечером мы тушим здесь свет, они проникают вниз. Это такое особенное впечатление. То есть свет через Интернационал проникает на землю. Да, проникает вниз. Мы в Краевой молодежной библиотеке. Здесь, сейчас, проходит презентация новой книги писателя Михаила Тарковского. Сначала про книгу расскажу, говорит читателям писатель. И про себя, просят читатели. Про себя неловко рассказывать. Лучше всегда рассказывать про книгу. В книге две повести. «Полет совы» и «Фарт». Ну, вы знаете, что я обычно пишу о том, что такой русский человек сегодня, в наши дни. Вот эта книга, одна книга о молодом учителе русского языка и литературы, а вторая книга о писателе. То есть о людях, которые формируют, скажем так, наше будущее. Эта книга родилась на том таком гневном возмущении, которое возникло у меня, когда я окончательно осознал вообще, что происходит с русской культурой и вообще с нашим русским материком. И вот этот вот социальный пафос такой, он, наверное, и внес вот эту новую ноту. Мне стало интересно работать. И, как мне кажется, все получилось. Если раньше герои Михаила Тарковского – это люди, которые живут на земле. Гармоничные люди, да. Так называемые самодостаточные люди. То здесь это люди, которые живут среди людей. И они как камертон, как нерв впитывают все то, что происходит вокруг. И именно через них. Они как нерв вот этого общества, этого времени. Стоит ли отрывки читать? Конечно, стоит, говорит зрительница. Главный герой повести «Фарт» – писатель, рассказывает Михаил Александрович. И чтобы лучше рассказать и раскрыть его характер, мне пришлось придумать книгу этого писателя. Такая книга в книге. Она как раз и называется «Фарт». Михаил Тарковский, «Полет совы», глава первая. Вот и начал из меня понемногу вытекать город. Пока Михаил Тарковский читает, расскажу о его книге. Эта книга – художественный манифест писателя Михаила Тарковского, в котором изложена программа действий российского писателя как в отношении к русскому слову, национальной литературе вообще и в отношении к жизни современного писателя. Читай современного человека. В социуме или, еще точнее, в миру. Ведь возлюбленная главного героя повести «Фарт» писателя Игоря Баскакова – монахиня. Смыслы Михаил Тарковский закладывает в каждом персонаже своей книги и в каждом пейзаже за окном. Вот несколько фрагментов из нее. Михаил Тарковский, книга «Полет совы», повесть «Фарт». И когда они открывают вашу книгу, из которой валит морозом, и где рев тягача мешается с колокольним звоном, то они начинают испытывать комплекс неполноценности. Больно неуютно им на ваших просторах, говорит читатель, герою книги, писателю Баскакову. Тарковский написал социальный пейзаж. Вид этот на страну из промерзшего в 50-градусный мороз окна в поселке под Новосибирском. Там, в суровом русском мире, шевелится рассомахой жесткий писательский ли, обыденный ли мир, сгрызая неуспешных собольков и припрятывая остатки в снег до следующего голодного года. Там, потерявшие веру во все, что возможно, люди, бьются в выступленных исповедях о стенах храмов в поиске утраченных ответов, что есть дружба, что есть любовь. Тропики-путики, раскинуты вокруг, скользкие от гололеда. Кого куда ведут? Мечется душа между посудомоечной машиной и монастырской кельей. А затем у героев исповедь и Рождество. И во время трапезы в стенах монастыря отец Лев читает фрагмент книги писателя Баскакова, героя повести Михаила Тарковского. Писателям быть и счастливо, и стыдно. Стыдно, что кишка тонко имени не ставить под рукописью. И что на встречах у тебя совета спрашивают, как жить. А я какой учитель? Я так, снежок огребаю. Знаете, у древних земноводных жабры снаружи, как веточка. Вот я такой, земноводный. Я раньше думал, какой же у меня огромный внутренний мир. А это не внутренний мир огромный. Это жабрам есть куда простереться. Потому что внутри у меня от несовершенств тесно и душно. И все лучшее в моей душе – это наружная веточка кислородного голодания по русскому миру. И когда эта веточка сливается с его кроной, это и есть милость Божья. Михаил Тарковский. Новая книга. Полет совы. Это все на этой неделе. Увидимся на концертных площадках и музейных залах. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Продолжение следует...